видео журнал горячий мастер представляет теплый новый дом и старые правила очень многие зрители ссылаются на всевозможную литературу для самостоятельного строительства которую они читали либо находили библиотеках эта литература была выпущена еще при ссср и там было очень много всевозможных инструкций как самому построить дом но люди рассматривая картинки в этих книгах так и не понимают в чем же смысл и разница в общем-то одного и того же перед нами совершенно одинаковые стены с одинаковой высотой потолков помещений но все-таки есть разница и я хочу рассказать в чем же именно вот эта ключевая разница в этих в общем-то вроде бы одинаковых стенах самое главное отличие в этих стенах в том что высота стен разная при равной высоте помещения жилого вы видите что есть кто-то скажет 4 совершенно лишних венца в помещении из бревна или бруса который можно было бы сэкономить и пустить для строительства пристроя либо большего размера самого здания многие практичные люди которые сейчас хотят построить дом из ничего так думают что вот примере номер один четыре лишних венца или скажу проще для тех кто мало знает четыре ряда бруса или бревна лишних а в примере номер четыре все нормально то есть пример номер один дом выше а пример номер четыре дом ниже и все из-за того как люди говорят что это экономный подход к строительству да как бы не так здесь заключена вся историческая мудрость тех людей кто занимались строительством подобных домов да вы видите высота домов а или высота самых срубов разная но на четыре бруса или на четыре бревна получается разница по высоте но в чем же смысл скажут люди именно в расточительности тех людей которые это все строили в общем то строят же люди сейчас и дома с потолками повыше и пониже у меня 4 метра потолки у кого-то есть 230 но посмотрите от уровня земли вот видите сейчас уровень земли это внизу мигает нас уровень это дома выше примере 4 2 ниже 3 ниже а четвертый пример совсем низкий но здесь еще есть одно очень важное отличие мы с вами видим еще и разницу между высотой пола над самим уровнем грунта над самой землей в примере 2 3 и 4 это совершенно разные уровни по высоте над землей кто-то скажет что чем выше от земли тем холоднее кто-то скажет чем выше от земли тем теплее в этом тоже есть свой смысл который закладывался исторически я совсем недавно смотрел тот план дома проект дома который иосиф сталин утвердил для строительства колхозникам и как раз там дома были из из этой серии когда над потолком два лишних венца и под полом не два лишних венца а даже три или четыре лишних венца было предложено к строительству давайте переведем это в язык современных понятных схем вот перед нами схема упрощенная как сейчас люди на цоколь бетонный или на фундамент ленточный устанавливают сруб то есть непосредственно поднимают фундамент от земли на высоту 40 50 сантиметров и прямо от него сразу ведут сруб кладут и полы естественно опирают на этот вот фундамент и считается что по сегодняшним нормам то это годно и в общем-то жизнеспособно люди говорят что именно так строили наши и деды и прадеды но тут возникает вопрос того что этот фундамент который внутри вот этого подпола теперь находится он холодный ведь мы же заливаем фундамент именно из чистейшего бетона но возможно с примесью будто все равно это получается бетонный фундамент и он холодный люди говорят теперь много всевозможных современных строительных материалов которыми можно все это дело утеплить вот вы видите в этом случае сейчас подпол он выделен более холодным цветом а помещение само жилое более теплым конечно голый бетон который выходит в подпол он естественно если запуститься в подпол зимой посмотреть там все будет покрыто и не когда сильные морозы там и не а когда оттепель там все тает и течет и создает какую-то постоянную сырость но люди говорят раз есть специальные современные теперь материалы возьмем все это и утеплим снаружи и утепляют снаружи весь этот вот фундамент для того чтобы он не промерзал и в общем-то в доме было тепло но сейчас вы видите лучи солнца которые этот вот утеплитель с внешней стороны дома нагревают а самая большая проблема подобных утеплителей в том что если они нагреваются выше 40 градусов на солнце или неизвестно от чего они начинают источать из себя какие-то вредные ядовитые пары вот сейчас вот этот вот утеплитель мигает красным то есть он согрелся на солнце и из него выходят запахи которые может быть некоторые чувствуют носом а некоторые не чувствуют и вот эти запахи они из этого утеплителя выделяются кто-то скажет как же они попадут ко мне в дом если они где-то на улице будут испаряться эти газы а я вам скажу что вот эти стрелочки которые показывают что между вашими бревнами эти газы будут заходить дом действительно это так эти газы будут захватить к вам в дом потому что атмосферное давление за стенами вашего дома оно выше чем внутри вашего дома дело в том что всевозможные вытяжки создают разрежение вашем доме происходит так так сказать явление инфильтрации и ваш дом затягивается воздух с внешний воздух со всех возможных щелей и вы получаете в доме газ ядовитый газ кстати для тех кто не знает то за границей на пачках утеплителей обязательно написано что предположительно данный утеплитель выделяет вредные вещества которые способствуют развитию рака в организме человека есть достаточно примеров и способов как утеплить ваш фундамент всевозможными засыпками устраивая какие-то завалинки это было придумано до нас и до нас люди делали более-менее фундамент повыше но при этом никто не замерзал но вообще живая идея в том что дом надо строить на более-менее возвышенном месте и именно если вы строите дом из дерева или из бревна то стены его должны опускаться как можно ниже до фундамента и чтобы полы были приподняты именно по высоте в этой в этих стенах чтобы полы никак не опирались на бетонные на каменные основания вашего дома это именно задача для того чтобы подпол ваш был максимально теплый чтобы стены вашего дома были не только вокруг вашего дома но и так сказать вокруг вашего подпола именно в этом это самая идея и заключается люди строили так всегда люди строили так веками если вы посмотрите старые дома вот посмотрите сейчас фундамент который у нас невысокий и как вы видите лишние венцы бревен или бруса укладывается там устраивается небольшая гидроизоляция и производится засыпка со стороны подпола просто обычной землей грунтом тем что есть во многих старых домах именно так все это и происходит но как это в современных домах когда люди выгоняют метр фундамента над землей ну а зачем для чего в чем смысл и много интернете в интернете картинок особенно те кто люди ищут роют носом посмотрите ну картинка эта картинка глупая еще расскажу ее повторять нельзя здесь есть жуткая ошибка пожалуйста кто увидел эту жуткую ошибку то пишите в комментариях в чем же жуткая ошибка вот этой вот картинки вот этой схемы в которым объясняется как строится дома те кто сделаете эту картинку эти люди просто совершенно не отвечает за свои слова за свои действия почему нужно размещать совершенно такую вот враждебную информацию в открытом доступе я даже не стал закрашивать никакие там исходные данные этой картинки я просто и и увидел в рекламе какого-то какой-то продукции пожалуйста напишите ваше мнение что здесь не так где тут собака зарыта так вот уважаемые зрители можно видеть всевозможные варианты строительства у ваших соседей ваших знакомых в разных журналах в телевизионных каналах которые показывают по строительству но чаще всего они показывают абсолютную глупость сейчас вот вы видите я сейчас хочу объяснить вам в чем же еще разница вот в этой высоты именно верхней части дома мы с вами уже обсуждали что лишних два ряда бруса или бревна у нас были снизу но и также два лишних ряда бруса или бревна у нас сверху сейчас давайте будем обсуждать этот вопрос вот пример 1 и примеру 2 это в одном случае один ряд у нас лишний так сказать бруса или бревна в кавычках скажем и вариант номер один два венца бруса или бревна это лишние опять же в кавычках выше уровня потолка на самом деле ничего лишнего здесь нет вариант номер один это для холодного климата а вариант номер два это для теплого климата именно вот так вот а никак не иначе если не доложить на дом 2 венца и зиму в холодном климате или хотя бы один венец в теплом климате то все будет работать совершенно неправильно и будут жуткие проблемы с самим домом вы видите что сейчас на схеме нарисовано на потолок на вашу над вашей головой который засыпано утепление бревенчатых домах это утепление более-менее легкое а в домах мощных каменных бетонных монолитных и прочих где перекрытие выдержит все что угодно засыпка может быть более-менее просто из земли у меня на доме дом перекрыт плитами перекрытия и сверху насыпано было когда-то почти 40 сантиметров земли но этого в рыхлом виде сейчас это где-то 27 сантиметров земли просто лежит земля по плитам перекрытия и это является у меня утеплением больше ничего и этого совершенно достаточно так и в домах из бревна или бруса вот эта легкая засыпка является утеплением достаточной толщины именно для той климатической зоны для которой это все создается как видите вот сейчас мы рассматриваем нужен ли вот этот лишний венец или ряд бруса или бревна для теплой климатической зоны и сейчас вот этот вот брус у нас мигает красным кто-то говорит что можно на этом сэкономить и взять и построить да все так строить люди говорят взять и построить как сейчас видите у нас мигает варианты как люди экономичные так сказать рачительные взяли бы и сэкономили все-таки это деньги а деньги как говорится они лишними не бывают но в любой климатической зоне есть такие периоды когда бывает холодно и когда бывает сыро и дома в таких климатических зонах не страдают слишком мощной системы отопления то есть практически ее может совсем не быть я как человек который ездит часто на юга со своими осмотрами я вижу что у леди нет совершенно никакой системы отопления и вы видите в данном случае вот этого засыпка утепления она над стеной ложится совсем совсем мало и фактически она затрагивает зону крыши где должна происходить вентиляция и все прочее там все будет осыпаться и таким образом вы видите область отсыревания там образуется точка росы пар там скапливается все это отсыревает и начинает гнить у вас верхний верхний венец бревна или бруса но если у вас дом из какого-то другого материала то вы видите зону отсыревания у вас просто очернеет потолок над стеной и особенно по углам дома просто черная плесень выступает отклеиваются обои они просто так сказать не держатся потому что стена становится сырой обои я имею ввиду в тех домах которые построены именно из камня и чего-то подобного вот сейчас мы с вами разобрались что нет ничего лишнего в тех домах которые были которые строились раньше вот в прошлом веке и позапрошлом веке вы видите что все вот эти вот примеры даны для того чтобы оградить ваш теплый контур вот сейчас вот фиолетовым светом мы отметили именно жилое пространство где люди живут чтобы там была комфортная обстановка а внешний воздух вот это вот сейчас мы видим это голубой бледный голубой воздух это холодный воздух того что находится за пределами вашего дома но подполье также должно иметь теплый воздух и никак не должно промерзать и иметь иний на своем фундаменте если все это правильно построить и все правильно заложить то в нормальном подполье температуру может быть плюс 10 когда за бортом минус 25 именно такая норма должна должны вы добиваться подобной нормы но если ваш подполы меньше если стена ваша подполье ближе к земле почему-то показатели показывают что в этом случае температуру в подполье может быть плюс 5 а если ваш пол уложен прямо по оперевшись на ваш фундамент то температура подполье может быть ниже 0 все эти данные именно лабораторных таких вот экспериментов и замеров подтверждается что чем выше подпол и стена при этом подпола построена так чтобы она не покрывалась и не мы не промерзала и не текла при оттепелях не создавала лишнюю сырость если подпол будет сухой то в нем будет тепло если вы будете дома производить правильную вентиляцию всего дома включая само подполье забирая воздух из подполья в систему вашего отопления систему подачи воздуха на горелку вашего котла или печи чтобы действительно все было продумано я вижу многие люди очень применяют эти знания правильно и подсос воздуха для печи устраивают из подпола но самое главное это толщина засыпки утепления которые на вашем доме есть вот у меня есть старый дом из бревна и высота на нем утепление вот этого там смесь стружка и опилка стружки это то что берется от строгального станка от фуганка и опилки это тест те мелкие опилки которые идут от распиловки досок от их обрезки вот это все в смеси в равных долях у меня засыпано на старый дом было конечно же было засыпано не мной а теми хозяевами которые строили этот старый дом и толщина засыпки даже в данный момент более 40 сантиметров хорошо спрессованных со временем спрессовались сами эти стружки и опилки и это является достаточным утеплением то есть там постелена была какая-то газета на эти доски и сверху была засыпана вот эта вот стружка и опилка такой толщиной также в два лишних венца так сказать были уложены чтобы вот эти опилки не касались самого вот этой стропильной системы никак не касались самих элементов кровли при этом дома абсолютно теплый и это также играет какую-то роль какой-то минимальной шумоизоляции давайте перейдем к современным нашим реалиям и я вам расскажу такие секреты когда ваш дом выведен уже до своего финального уровня когда вы перекрыли ваш дом плитами перекрытия вы должны также оставить вот этот борт из кирпича который будет засыпан утеплителем каким-либо либо керамзит в смеси с глиной либо керамзит бой керамзита засыпан либо как у меня вот так засыпано землей то есть вот этот вот борт из кирпича эта стена должна продолжаться выше она должна сверху быть достаточной высоты с той целью чтобы та засыпка которая у вас будет туда внесена со временем она должна трамбоваться и вы должны сыпать ее с некоторым запасом чтобы потом она у вас никак не выползала уже из-под крыши чтобы ее там не выдувала чтобы могли бы там уложить свои доски трапы какие по которым вы будете ходить просто по поверхности вот этой засыпки так как этот ваш чердак он может быть вам полезен некоторых бытовых случаях но также я хочу рассказать вам об одном секрете стена которую вы увидите на верх после этого надо ее сверху заштукатурить то есть заштукатурить именно в черном виде замазать кладочным раствором чтобы все вот эти вот щели и поры отверстия все которые есть чтобы все это было замазано это делается для того чтобы прекратить какую-либо конвекцию в вашей стене в любой стене есть пустошевки есть вертикальные и горизонтальные щели и пустоты которые соединяются между собой и посмотрите чем эти щели заканчиваются наверху вы видите по не оштукатуренной поверхности вы хотите сказать откуда же воздух зайдет в эту стену а я спрошу вы стояли при укладке каждого кирпича на вашем доме а давайте посмотрим на ваши окна на перемычке снизу вы видите какое решето кладки у вас прямо на над окнами у вас прямо над головой вот через это решето кладки воздух любым способом попадает в массу стены и по системе ходов той самой пустошевки и пустот вот этого так называемого эффективного кирпича этот воздух может подниматься до самого верха до самого верха вашей стены в том месте где я рекомендую вам эту стену заштукатурить если вверх стены вы горизонтально горизонтальную поверхность заштукатурить то вы навсегда остановите вот тепловую конвекцию то есть воздух все равно там гулять будет но не будет протягивать его наверх и это утеплит ваш дом также я думаю что понятно изложил вам не то что идеи а старинные нормы и правила при организации утепления потолка при организации утеплении вашего подпола а вернее строительство дома с условиями для создания теплого подпола под вашим домом эти все правила годятся для любого дома построенного из любых материалов конечно я против использования материалов которые ядовитые и большая разница все-таки когда ваш дом полностью защищен именно материалами которые и не вредны и хорошо сопротивляются холоду и гораздо хуже когда ваш дом может покрываться инеем даже хотя бы в области подполе но посмотрите есть такие схемы которые указывают что и в сегодняшнем строительстве вот эта вот идея потратить лишние два венца или скажу проще два ряда бревен или брусьев для того чтобы создать правильное утепление потолка вот эту картинку я взял из общего доступа то есть эти идеи живы уважаемые зрители вы можете задавать вопросы любой сложности по вашей стройке реконструкции планирование участков домов и всего что относится к строительству через ватсап перед вами номер ватсап и номер телефона горячего мастера это совершенно разные номера жду ваших вопросов а